всем привет сегодня я покажу вам как я клеил защитное стекло на экшен камеру я считаю что много защиты не бывает и если есть такая возможность то лучше все таки наклеить защитное стекло если вы сомневаетесь то посмотрите на вот эти фотографии и можете убедиться что никто не застрахован от таких неприятностей я заказал 5 штук потому что когда заказывал разница одной штуки и 5 штук было незначительно я решил заказать 5 штук чтобы у меня была возможность или заменить при необходимости или если вдруг я неудачно поклею то у меня были запасные варианты посылка пришла вот в такой пенопластовой коробочке здесь еще 4 защитные стекла в такой упаковочке и салфетки для того чтобы можно было делать процесс для поклейки стекла вам нужно саму стекло конечно же она вот такой упаковочки и задняя часть которая будет приклеиваться к камере она закрыта защитной пленкой сейчас и понадобятся еще вот такие салфеточки это салфеточки влажная и сухая чтобы убрать грязь и вытереть насухо как вы видите стекло очень хорошо подходит по размерам есть уже мои отпечатки на нем но я буду ускорять весь процесс чтобы вас долго не отвлекать и покажу вам как я это делал для этого процесса я буду еще дополнительно использовать вот такой осветитель от xiaomi что увидеть где остался мусор может быть все соринки будут видны и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Как вы можете видеть, стекло наклеено практически идеально. Можно даже сказать идеально. Нету никакого воздуха нигде, ни пупырышков, ничего. Все очень хорошо наклеилось. Как мы могли убедиться, это очень простой и легкий процесс. И при этом ваша камера будет дополнительно защищена от каких-то ударов, разбития стекла этого заднего. При том, что управление сейчас идет в основном из тачскрина, это очень хорошая надежная защита будет. Как вы могли уже заметить, у меня здесь есть два аквабокса для этой камеры. Это оригинальный MiGi аквабокс и неоригинальный аквабокс для этой камеры. В следующем видео я планирую снять сравнение этих двух аквабоксов и посмотреть, в чем они отличаются. Может увидеть, чем надежнее один от второго. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного видео. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok